Всем привет, друзья! Уважаемые любители Рима, с вами Гамилькар Барка и вы смотрите Вестника Вестника Властелина Мира, турнир по первому Риму, который проходит на форуме клана Brothers in Arms. Итак, фактически все бои второго хода уже сыграны, давайте посмотрим на стратегическую карту, что и как у нас здесь происходит. Значит, какие бои должны были быть, в принципе, сыграны? Бои за Галацию и за Тараканасис, бои за Мавританию, да, плюс бой за Этрурию, бой за Умбрию и за Македонские земли, да, встречные бои против Фракии, да, у Македонии были. Так, сначала самого крупного боя, который должен был произойти на этом ходу, это бой за Мавританию. 7200 динариев Испании, плюс 4200 динариев Галлов, против 7200 динариев Нумидии. Этот бой Нумидия проиграла, то есть провинция Мавритания отошла Испании. Но Нумидийский игрок, который играет за Нумидию, сделал такой ход конем и атаковал небольшими войсками провинции Испанские Тараканасис и провинцию Галатция. Тем самым игрок за Нумидию потерял Мавританию, но забрал Галатцию и Тараканасис. Это, можно сказать, что компенсировало поражение Нумидийцев в Мавритании, потому что потеря двух провинций второго уровня, это означает, что казна у испанцев будет минус 4000, а казна у нумидийцев всего лишь навсего минус 2000. Это такой очень важный ход, да, именно удар по экономике врага произошел. Плюс сейчас эти две провинции, которые под контролем у Нумидии, держат в таком страхе, да, и Галлов, и испанцев. Собственно говоря, что здесь, конечно же, большие силы сосредоточены испанцев в Африке, да, но и у нумидий есть чем контрить и чем контролить, то здесь война на выживание будет, да, то есть очень серьезная ситуация складывается. Следующий ход, следующая ошибка любого из игроков может означать конец, конец турнира. Дальше у нас Македония, к сожалению, Македония проиграла все свои бои против Фракии и прекратила свое существование. Все бои с Фракийцем были, были, были проиграны. И сейчас Фракия получила провинцию Далмация, Эпирус, Македония, Дакия и Пропонтис. Теперь Фракия стала самой большой фракцией на данный момент, самой сильной и с финансовой точки зрения, и по территории тоже самая большая фракция. Понт, в свою очередь, отправил деньги в провинцию Фракия для того, чтобы помочь Македонии в войне против Фракии самой, да. Но как только Македония проиграла все свои бои, Понт, можно сказать, предал Фракию и вступил, и отобрал у нее провинцию Фракия, забрал ее себе. То есть у Македонии вообще никаких провинций сейчас на данный момент не остается. И Македония, игрок на Македонию выбывает из игры. Кот из клана СССР, ну, довольно-таки обидная ситуация случилась. Наверное, стоило объявить чуму, чем играть такое количество боев с игроком очень высокого класса. Да, за Фракию играет мой соклановец, Биа Вархавк. Тяжело, тяжело приходилось кота в этих боях. Да, действительно, очень сильный игрок, и удалось ему одержать бои, одержать победу во всех боях. И плюс предательство Понта вынудило, вынудило Македонию покинуть, покинуть турнир. На востоке у нас никаких боев не было, так как Парфи объявила чуму, Скифи объявила чуму, а, собственно говоря, других войн здесь и нету. Теперь самое интересное, что нас ожидало, второй по деньгам бой, который должен был произойти, это бой за Этрурию. Между объединенными силами Карфагена и Рима против германских войск и бой за Умбрию. Но в Умбрии было очень много денег, очень много денег римских и очень мало денег германских. Германия здесь проиграла бой. То есть Рим сумел отстоять Умбрию и бой за Этрурию. Что произошло в Этрурии, друзья мои, я вам говорить не буду, а предлагаю вам посмотреть этот бой. Итак, друзья, вот он бой за Этрурию. Вот он я, Карфаген, вот он Рим. Итак, что я взял на этот бой? Взял 4 отряда пунийской пехоты, само собой не каченные, и 2 отряда кавалерий с круглыми щитами, в бронзу они прокачаны, атака и защита. Мой союзник по этому бою Рим взял 3 отряда тяжелой кавалерии, кавалерия притарианцев, 3 отряда лучников и 2 отряда гастат. Достаточно сильная армия у нас получается, да, по пехоте у нас перевес, да, и по кавалерии, по стрелкам. Очень сильная, сильная связка у нас получилась. Итак, вот она, Германия. С самого начала игры игрок за Германию, легат, он спрятал свои войска в лесу, и мы не видели, что и какие войска, поэтому с самого начала игры легкая кавалерия Карфагена отправляется на разведку, шарит здесь в лесах, ищет засаду германские. Но, видите, прочесываем мы здесь лес, прочесали вот один участок леса, сейчас я иду в другой лес. Здесь существовала угроза, что если в лесу вдруг спрятаны войска, германские, да, мне нужна будет помощь, поэтому, поэтому римские притарианцы тоже, видите, рванулись на случай, если что, чтобы подстраховать мою легкую кавалерию, и после этого легкая кавалерия пошла более активно исследовать лес, что там и как. Тем временем наши копья тоже идут рядом с кавалерией, не отстают. Тут шмонаем лес, прочесываем, 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 и в лесу никаких засад не обнаруживается. После этого мы начали выстраиваться на холме напротив, ну, того отряда войск, который мы видели. Мы решили заходить на холм с другой стороны, становиться напротив вражеской армии, для того, чтобы враг не получал перевеса в склоне, да, если ты атакуешь со склона, это дает определенное преимущество над теми, кто принимает бой, ну, можно сказать, в низине. И Германия решает вывести свои войска, из чего составит германская армия три отряда варварской кавалерии, один отряд готической кавалерии, два отряда благородной кавалерии, и раз, два, три отряда воинов с секирами, отборных воинов с секирами, и один крестьянин. Вот такая вот германская армия. Да, легат выстраиваются напротив нас, а мы не спеша, не спеша, потихонечку подходим, подходим вперед. Ну, и мы здесь решили, что у нас здесь лучники, и нам надо, нам надо постреляться чуть-чуть. Подходим, выстраиваемся, видите, я пытаюсь своими копьями так делать, чтобы лучники и гастаты были в безопасности, пытаюсь занять такую позицию, чтобы, чтобы не оставлять без прикрытия именно гастаты. И здесь начинается обстрел, обстрел Германии. Ну, здесь мажер начал стрелять по крестьянину, мне это, если честно, не понравилось, я начал это критиковать, но он аргументировал это тем, что крестьянин стоит 150 монет, плюс он был прокачан, по-моему, в один знак, это 170 монет, и он стрелял по нему. Ну, что ж, это дело игрока, раз он выбрал такую тактику. В принципе, она имеет право на существование. Атаковать в гору нам было невыгодно, и мы здесь решили предпринимать всяческие такие маневры, чтобы выманивать вражескую кавалерию на бой, да, чтобы она не стояла, не ждала, пока мы будем идти в гору копьями, да, копья, они очень медленные, ребята. И я начал, видите, здесь маневры легкой кавалерии, пытался прогнать крестьянина и выцепить варварскую кавалерию, чтобы она согрелась на моего конника и получила зарубь лучниками. И это сработало, да, лучники успели дать залп, и, да, убили здесь три отряда, три человека в отряде всадников. Дальше начали... Эта тактика нам принесла успех, и дальше начали мы продолжать в том же духе выводили лучников, чтобы на нас согрелась вражеская кавалерия, и как-то либо обстреляли ее из лучников, да, отступающую, либо же попробовать завязать кавалерию и ударить. Здесь мы ее вывели, и получилось примерно так, как мы хотели. В варварской кавалерии достаточно близко подошла к нашей кавалерии, и мы смогли... смогли здесь моей легкой кавалерии, видите, она бежит, 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 и вот здесь удается мне зацепить вот эту варварскую кавалерию, и здесь уже бегут претерианцы для того, чтобы добивать их. Тем временем, отборные секирщики заходят, видите, вместе с тяжелой кавалерией во фланг, для того, чтобы попробовать ударить в спину по... или вбок по гастатам и по пунийцам. Видим, что здесь происходит, и варварская кавалерия завязалась, здесь бой начался, бой начался, здесь легат подкинул еще кавалерию, все три отряда своей легкой кавалерии, я сюда подкинул пунийскую пехоту, и видите, здесь я развернул своих пунийцев лицом к воинам-секирам и к кавалеристам. Развернул, и здесь неудачный момент, на перестроении меня поймал легат, на перестроении, но, видите, генеральский отряд сумел прикрыть вот этот отряд, который стоял спиной, плюс этот отряд тоже успел развернуться и опустить копье. И так получилось, что вся германская кавалерия падает в лоб на копья, воины с секирами бегут вот в этот замес для того, чтобы ударить спину по пунийцам и помочь кавалерии в этом замесе, но это уже абсолютно бесполезное дело, потому что варварская кавалерия уже испугалась и убежала, плюс здесь уже претарианцы и так далее и тому подобное. Остальные два отряда отборных мечников тоже заходят в замес, но заходят опять-таки в лоб на пунийскую пехоту и фаланга, построение фаланга здесь оказывает решающее значение, да, вот в этом моменте именно. Получается, что атака идет в лоб, ну, а в лоб бесполезно чаржить. Карфаген в лоб, бесполезно чаржить, но здесь происходит такой момент, что очень большая масса воинов с секирами оказывается в тылу и мы оказываемся в окружении, но здесь уже кавалерия понесла уже очень большие потери у Германии, потому что в лоб ударило по копью, плюс здесь у нас римские претарианцы, фактически без потерь. Моя легкая кавалерия. И получается, что генерал вспыхивает германский, начинается паника в римских войсках, и альянсу Карфагена и Рима удается одержать победу в этом бою. Вот такой вот довольно-таки интересный бой получился, друзья мои. С вами был Гамиль Карбарко, вы смотрели Вестника Вестника Властелина, если не подписались на канал, подписывайтесь, увидимся в следующих видео. Bye-bye.